В минулую субботу старшиня Хомельска-Габлова-Конкама Геннадь Соловей провел промую телефонную линию. За три годины на ЕЕ поступило 45 звонков. Работа по ликвидации некоторых огученных проблем почалась у той же день. Некоторые завороты взяты на контроль. Наши корреспонденты с подробностями. Довольно значная частка проблем, огученных подчас промой телефонной линии, тычилася доброупорядкование населенных пунктов. Жахар вез к их день Брагинского района попросил расшись в улицу от залишней рослинности, яка не дозволяя водителям добро бачить дорогу. Еще один звонок на эту тему от гамельчанки из советского района Гомеля. Жанчина звернула увагу на необходность наведения парадку в парку фестивальном. Займаться доброупорядкованием почались сегодня с самой ранницы. Для вывозу листья накировали некольки десятков работников коммунальных организаций с ответственной техникой. Сколько день потребуется, чтобы выполнить весь объем работ, по курсу сказать, складана, але видовочно, что только ими справа не обмяжуется. Гамельчане скардаются надренные дорожки на территории парка. Плохие дороги, коляской особенно вообще не проехать. Ребенок бежит, спотыкается, падает, коленки разбивает. Ну, тут еще вот вначале нормально, а дальше вообще не пройти. Мы часто туда ходим гулять, вот и белок смотреть, и кормим. Ну, приходится реже гулять, потому что дороги плохие. Еще одна просьба об допомозе с улицы 60 год СССР. Инвалид, який тут проживая, скарзится на вельме незручный пандус. Наша сдымочная группа выезжает на место, где этой конструкции не задоволены усе. Нават детячую коляску по таким пандусе провозить небеспечно. Каким может быть решение проблемы, жахары дома демонструют у соседнем жилым будинку. Правда, до весны узведение пандуса может быть саправдой проблемным, але это не значит, что необходимо чекать только часу, по коль можно зарабить часовую конструкцию. Гэта ситуация берется на контроль. На конт некоторых агученных проблем старшиня Абылвы Конкама одразу даёт до ручения. Брагада коммунальников, ящик подчас размовы с абонентом, отрымливая задание выехать до гемельшанки Татьяны Смирновой, якая скарзится на холод у квартиры. Специалисты неких отхиленев от стандартов не знаходят. Верогодно, эта ситуация будет иметь протяг. Жанщина со зробленными выводами не сгодная. Стверждаю, что за некомфортной температурой у квартиры она постоянно хворает. Мне не жарко. Я болею. Всё, у меня бронхит. Вот начинается отопительный сезон, я болею. В прошлом году, у меня в декабре месяце было воспаление, я никуда не хожу. Я дома нахожусь всегда. Вот, рядом магазин, вышел хлеб, купил и пришел домой. Всё. При этом не все агученные пытания после проверки на месяц оказываются отповедающими рычаисности. У приватности не знаходясь подтверждения информации об аварийном стане дома по улице Першамайской у Рэшицы. Дом, саправдой, проблемный, але не в таких масштабах, як поведомила его Жихарка. Дареша Жаншина назвала не свой адрес, и сустреца с еёй у простовников райвы Конкама не отрималася. Жихар советского района Гомеля звернул увагу на несанкционованный гандель по улице 60 год СССР каля буйной гандлёвой крамы. Гэта информация знайшла подтверждение. Цихавы, што пообач знаходяцца не занятый участок земли, дзе можна было побудаваць часовые гандлёвые рады. Яшы адну пытанье от гэмельчанина, хучы можна расцаніць як прапанову, вырошываць ёлки ў катках, які потым будуть не продаваць, а сдаваць ў арэнду. Пытанье абмеркавалі ў лязгасах. Лесхоз на це дело може пойти, рассмотреть варианты сдачі деревьев новогодніх вкатках в аренду. Але треба решити ціну вопроса. То есть на місяць в аренду сдачі деревья, или на два місяця, то це стоїть ціна вопроса. Ну і ще, як би, наші люди можуть бути к ціну не готові. То есть, є дисципліна людей, які должны, наприклад, ми дерев'я реалізували, там, подогру подряду, там, не то, подогру, на місяць. І як би вони нам потім його вернуть. То есть, це може вдоградам пропісаць, условія поставки, условія возвращення ціх деревьев. То есть, як би, іще наші лисхозы можуть бути к цьому не готовы. Пытання, які агучуюця практична під час усіх промых телефонных ліній, стан дорог, особливо у сільській місцьовости. За пошній год у проведзення їх у парадок на Гомельшіні укладзіны значні сродкі, але проблемні участкі ашы застаюцца. Сітуація буде вывучацца з выїздом на місця. У выніку саправданной необхідності на ремонт будуть выдатковуватися сродкі. Що касається, знається, Гомельська района, нас дороги здесь на самом деле не устраюють. Не устраюють. Ми зараз определено самоденяг выделили. Выделили самоденяг на ремонт дорог, особливо тем, где було асфальтне покрытие, і воно пошло в неугодність. С початку року кероністам Гомельська Габл-ВКНК ми проведзіна більш як сорок промых телефонних ліній, на які поступіло звыше восьмісот званку. У выніку становча вирішено 20% звороту. 23% знаходзіцца на контролі. У остатніх випадках достатковым оказалося провісти тлумачальну роботу. Вопросы, які возникають, проблеми у населіні, вони дожні решатся. Якщо на місцьому уровні вони не підліжать решенню, то, конечно, ми на обласному дожні першу чергу рассматрати. Касається от цих ніяких мелких проблем, які возникають, я скажу, якщо там, де є на місці влас, там завжди проривом буде решатися. І, в першу чергу, ми обращаємо внимание всіх наших руководителів підразделений, вони повинні йти до народу і вместе з ним решати те проблеми, які їх є.